Марк Солонин. Родился 29 мая 1958 года в Куйбышеве, ныне Самаре. Российский писатель, блогер и публицист. Его противоречащие официальным исследования, посвященные истории Второй мировой войны, вызывают огромный резонанс в обществе. Так вот, что 80 лет назад, 17 сентября 1939 года, Советский Союз вступил во Вторую мировую войну. Можно ли говорить, что Советский Союз 17 сентября 1939 года участвовал в начальном периоде войны на стороне Германии? Что он был союзником Германии, и что вообще СССР вместе с Германией развязал Вторую мировую войну? Или это полемические преувеличения? Мне даже трудно представить, как можно говорить иначе. Совершенно очевидно, что 17 сентября Красная армия начала воевать. Она воевала формально, потому что были отданы соответствующие приказы наркома, оборону товарища Тимошенко, где было написано, вторгнуться, разгромить, уничтожить предстоящие части польской армии, занять такие трубежи, такие трубежи и так далее. Это война. Это война. Она была объявлена? Она не была объявлена. Почему я и говорю про формальную сторону, которая отражена в военных приказах, а не в том, что было на дипломатическом уровне. Это была реальная война. Грохотали пушки, стреляли, между прочим, летали и бомбили самолеты. Были потери, были бои. И хотя в общем масштабе чудовищно больших потерь Советского Союза в Второй мировой войне, об этом как-то сейчас уже, ну и цифры эти представляются маленькими, но это было примерно 1200 убитых. Только красавиемец их. 1200 это 1200 семей, в которых произошло такое несчастье. Соответственно, несколько тысяч раненых. Соответствующее количество потери с той стороны. Сразу же можно к этому делу плюсовать 20 тысяч польских военнопленных, польских гражданских чиновников и расстрелянных. В Катыни, в Медном и, между прочим, под Харьковом. То есть это самая натуральная война, но аж настоящая-то кровушка, конечно, полилась потом, когда Советский Союз на этой территории начал проводить глубокие социально-экономические преобразования. Вот. Поскольку это происходило одновременно с действиями Германии, поскольку и Германия, и Красная Армия, Вермонт и Красная Армия имели одного и того же противника, польскую армию, поскольку эти действия происходили, а вот этот момент мы аккуратненько останавливаемся, начинаем говорить медленно и обводим его красным фломастером. И эти действия Красной Армии и Германской Армии были согласованными. Скоординированы. Очень, 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 скоординированы. А для того, чтобы сомнений, даже малейших на этой счет, ни у кого не возникло, было опубликовано. Дай бог памяти, 20 или 19 сентября, вправду, известия, соответственно, все остальные газеты, опубликовали совместные коммуники германского и советского командования, где было написано первая фраза, хорошо ее помню, во избежание всякого рода необоснованных слухов, объясняем, что эти действия мы проводим совместно. И была, как сейчас вспомнилась, желтая газета «Правда». Желтая, потому что я видел ее, естественно, в библиотеке уже. Она пожелтевшая, да, пожелтевшая, правильно. Вот, и на всю огромную полосу «Правды» под этим коммунике огромная карта, на которой нанесена линия раздела Польши. 83-й год, я был еще тогда, ну, молодым я был человеком, студентом. Вот как я это дело увидел, и вот тут-то, знаете ли, и ахнул, потому что огромные масштабы карты, и на ней сразу видно, что Советский Союз-то забирает больше половины. И так это меня удивило, а я все-таки был студент авиационного института, что я принес калечку, на калечке обвел, и клеточками, клеточками посчитал. Тогда не было, понимаете ли, Гугла. Гугла еще не придумали, интернета не придумали. По клеточкам посчитал. Да, больше половины собирался отхапить товарищ Сталина этой самой Польши, по которой мы знаем, что она жертва гитлевской агрессии. Вот, поэтому я просто не понимаю даже, какая могла бы, какая может быть мотивировка по поводу того, что это было не вступление Советского Союза, а войну. А вот что касается вступления, вступил ли он на стороне гитлевской Германии, ну, здесь я бы выделил этот вопрос, как говорят судьи, в отдельное производство. Потому как товарищ Сталин не собирался выступать на стороне Гитлера, он выступал на своей стороне, это во-первых. А во-вторых, надо понимать масштаб. Вот если мы посмотрим на глобус, вот размеры Советского Союза на глобусе, и размеры где-то там в центре Европы, какое-то пятнышко, да, это Германия. Ага. Вот примерно таким же, примерно таким же, я не сильно преувеличиваю, было и соотношение военного потенциала, ну, по крайней мере, если по танкам, оно было бы примерно такое. То есть Советский Союз, Сталин, Сталин, ну, хоть Союз, какой Советский, какой Союз. Сталинская империя, ну, извиняюсь, что сам уже использую этот безобразный советский жаргон. Сталинская империя обладала на тот момент самой мощной сухопутной армией в мире, ну, соответственно, и в Европе. Обладала преобладающей мощью по целому ряду показателей, по количеству танков как таковых, по количеству танковых бригад, танковых механизмных корпусов, по количеству бывых самолетов, соответственно, авиационных эскадриль и авиаполков, а Сталинская империя превосходила Англию, Францию и Германию, ну, три главных игрока в Европе, вместе взятые. Поэтому смешно даже как-то предполагать, чтобы Сталин стал выступать на стороне Гитлера. Это Гитлер почти что валялся в ногах. И вот это очень важный момент. Это Гитлер, Гитлер, Германия, нацистское руководство, все упрашивало Сталина, все лето упрашивало Сталина. И когда мы говорим про пакт о ненападении, меня всегда удивляет, почему тут стоит точка? Что значит пакт о ненападении? Это был пакт о ненападении Сталинской империи на нацистскую Германию. Никакого другого нападения на тот момент не было ни в планах, ни в возможностях, ни в чем. Вопрос стал о том, разрешит Сталин Гитлеру начать войну, вторжение в Польшу или не разрешит. Что интересно. То есть теоретически, ведь между Советским Союзом, сначала между РСФСР, потом между Советским Союзом и Польшей, насколько я знаю, существовал ряд соглашений. И теоретически поляки могли бы пропустить, скажем, через свою территорию, если бы захотели, и если бы Советский Союз этого захотел, войска Красной Армии для того, чтобы они дали отпор немецкому наступлению. Так что ли? Нет. Ну, это уже какая-то совсем фантасмагорическая история про Красную Армию, которая идет через Польшу, чтобы помочь полякам. Уж поляки-то понимали, что такого произойти с товарищем Сталином не может. Нет. Нет, но ведь формально на момент подписания договора между СССР... Между Советским Союзом и Польшей был договор о ненападении, который Советский Союз в одностороннем порядке, вероломно и внезапно, разорвал, расторгнул и перестал выполнять. Нет, нет, я про другое имел в виду. Я имел в виду, что на момент подписания соглашения, акта о ненападении между СССР и Германией, у них не было общей границы. Да, у них не было общей границы. Совершенно верно. То есть... Да, но Советский Союз мог... Я, кажется, понимаю, к чему вы клоните. Советский Союз мог помешать Гитлеру начать войну самыми разнообразными способами. Достаточно было бы громко ступнуть по столу. И здесь-то мы с вами прямиком идем в 25 августа 1939 года. И интереснейший день 25 августа. Ну, тоже исполнилось 80 лет в этом году. А что было 25 августа? 25 августа должна была начаться война. Вот именно 25 августа германская армия должна была вторгнуться в Польшу. Причем должна была до такой степени, что был зачитан приказ вплоть до уровня солдат. Солдатам зачитали приказ фюрера и верховного главнокомандующего, и колонны, поднимая столбы пыли, двинулись к польской границе. Так колонны-то двинулись. А диверсионная группа в ночь с 24 на 25 захватила туннель и перевал, вылетел из главы названия, на границе между Польшей и нынешней Словакией. Там есть статегически важный перевал, и в нем туннель, который позволял ему статегически важную вещь сразу же ворваться в Польшу с южного направления. Вот диверсионная группа немецкая уже захватила этот самый перевал, уже прогревали моторы на аэродромах, и тут Гитлер дает стоп-приказ. Это реальная история, это не кино, это не автосюжетный боевик. И тут Гитлер дает стоп-приказ, и это все останавливается. Вот эти огромные колонны с крыжища гусеницами разворачиваются и уползают назад. Вообще такое делать нельзя. Это вам скажет выпускник коротких шестимесячных курсов лейтенантов. Так нельзя делать. Войска настроены на наступление, они настроены. Если они видят, что начальство само не понимает, то ли мы воюем, то ли мы не воюем, это страшно, где они реализуют войска. А что же произошло? А произошла такая смешная малость, как премьер-министр Великобритании Чемберлин, тот самый Чемберлин, которого, боже мой, обваляли во всем ссоре и грязи, обозвали соглашателем, предателем интереса мировой демократии. Вот тот самый Чемберлин, который имел несчастье летать в Мюнхен, он подписал Мюнхенский договор, вот этот самый Чемберлин прислал Гитлеру личное письмо. И в нем сказал, децитирую по памяти, но почти точно, каким бы ни был по существу договор, который вы заключили со Сталином, заключенный в Германии Советским Союзом, обязательства правительства Великобритании перед Польшей остаются в силе, мы обязались прийти Польше на помощь, и в случае, если начнется германо-польская война, мы свои обязательства выполним, и Европа погрузится в такие бедствия, которые страшно даже подумать. Вот получив всего лишь такую маляву от британского премьера, Гитлер отдал стоп-приказ. А чем, собственно, Чемберлин мог за свой базар-то отвечать? Что у него было? У Англии была ничтожно малая по сравнению со Советской, и маленькая по сравнению с Вермутом сухопутная армия. Но никогда у Англии не было большой армии. Армия можно только усмирять, я извиняюсь, дикарей в джунглях. У них был могучий флот, но флот не может выползти на берег, и что-то сразу начать делать. Авиация на тот момент у англичан была слабее во всех отношениях, и в количестве, и в качестве. И даже угроза, весьма такой, завуалированная угроза Чемберлина, было достаточно, чтобы Гитлер впал в истерику. Так что мы можем себе представить, что было бы, если бы по столу ударил товарищ Сталин в лице товарища Молотова и сказал, нам это не надо. Поляки нам не друзья, у нас с ними старый спор, семейный старый спор, взвешенный судьбой, как писал Пушкин. Они нам не друзья, мы их называем польскими панами, но нам не надо, чтобы Германия двигалась на восток. Поэтому, если вы делаете один шаг на восток, мы присылаем миллион добровольцев, у нас с добровольцами все хорошо. Это мы знаем. Это мы знаем. Вслед за добровольцами туда придет купленная в военторге еще 10 тысяч танков и 5 тысяч самолетов. Цифры, которые называл тогдашний начальник генерального штата, на переговорах англо-натройственных англо-франко-советских переговоров. 10 тысяч танков. Так что же случилось между 25 числом и 1 сентября? Шикарный, прекрасный вопрос, не знаю на него ответа. Можно предположить, что я не нашел, и, по-моему, никто не нашел следов, что же произошло. Но, наверное, как-то все-таки товарищ Сталин смог приободрить, смог приободрить своего младшего партнера, подчеркиваю, младшего во всех отношениях. Гитлер, гитлеровская нацистская диктатура на тот момент по отношению к Сталину и Сталинской коммунистической диктатуре. Это был, ну, даже не то, что младший партнер, но это старшая группа детского сада. Поэтому все-таки... Приободрил, как-то его все-таки приободрил товарищ Сталин. И танковые колонны опять развернулись и пошли. Опять развернулись 1 сентября, 1 сентября, да, все-таки пошли. И все-таки пошли. В прежнем направлении. В прежнем направлении вторгаться в Польшу. Все-таки он его приободрил, объяснил, что, ну, посмотри на карту, посмотри на глобус. За тебя стоит Советский Союз. Ну, что ты боишься? Ну, что ж, Марк Семенович, у меня еще к вам много вопросов, но их я вам задам после того, как... Мы прервемся... Развучит реклама. Нет, мы прервемся на новости. А потом продолжим. Это интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Наш девиз. В сегодняшнем выпуске мы говорим об истории Второй мировой войны 17 сентября 1939 года. И 80 лет назад Советский Союз начал боевые действия против Польши. Эти события мы обсуждаем сегодня с историком Марком Солонином, который считается одним из самых интересных содержательных специалистов вообще по истории Второй мировой войны. И придерживается, скажем так, неформальной, неофициальной линии в историографии, которая существенным образом отличается от советской традиции, нынешней, постсоветской, где, в общем, не отрицают того, что да, был пакт Молотова-Риббентропа, да, был раздел сфер влияния, да, это был, в общем, не совсем освободительный поход, но все действия, которые предпринимались тогдашним советским руководством, нынешние российские официальные историки как-то все время пытаются оправдать, найти им какое-то вот позитивное обоснование, мол, хотели подальше отодвинуть от Москвы границу с Германией, хотели выиграть время для того, чтобы подготовиться к началу войны с Гитлером. Ну, тем не менее, я напомню, что в предыдущей, в первой части нашего разговора Марк Семенович сформулировал свою точку зрения на обсуждаемые вопросы. Он считает, поправьте меня, если я что-нибудь навру, что фактически это было вступление Советского Союза во Вторую мировую войну на стороне Германии, что это была самая настоящая война, где шли бои, где были тысячи убитых, десятки тысяч раненых с обоих сторон. По разным цифрам от 250 до 450 тысяч поляков оказались в плену. Порядка 20 тысяч было расстреляно польских военных. В рамках так называемого Катынского расстрела. Расстреляли в разных местах. В трех местах. В трех местах здесь, под Харьковом. Под Харьковом, в Медном Тверской губернии, Калининской тогда, и, соответственно, в Катыне. Но все же мы об этом с вами говорили. Еще раз хочу очень важную вещь поправить и уточнить. Это не было вступление Сталина в войну на стороне Германии. Это было вступление Сталина в войну с собственными, агрессивными, империалистическими, захватническими целями. Да, кстати, осмелюсь добавить, что формально союзничьих отношений в тот момент между Германией и Советским Союзом не было. И, насколько я помню, германская дипломатия неоднократно пыталась добиться присоединения Советского Союза к тройственному пакту. То есть Германии, Италии и Японии. был готов присоединиться к тройственному пакту. То есть не присоединился он потому, что условия не были приняты. Но такая готовность была. И там вообще были замечательные вещи. Там были совместные, предполагались совместные военные боевые действия Италии, Германии, Советского Союза против Турции, например, для установления контроля над проливами и так далее. Там были замечательные вещи. То есть первая фраза этого документа, невероятно, как его не сожгли. Это невероятно, это чудо. Но он лежит в архиве президента. Он опубликован в известном сборнике, известном специалистом по названию «Малиновка», такой толстый трехтомник малинового цвета. В 98-м году покойный Яковлев тогда сделал этот сборник. Он опубликован, он сохранился. Он лежит в архиве президента в Москве. Он так и начинается. Советский Союз готов присоединиться в Европе на следующих условиях. Покойный Яковлев, это Александр Николаевич Яковлев. Человек, которого справедливо называли архитектором перестройки, потому что он был членом политбюро, секретарем ЦК. Он был человек... Очень непростой, с очень сложной позицией к этим вопросам. Который, в общем, от твердокаментного коммуниста-большевика эволюционировал в либерал-демократа под конец своих дней. Есть его потрясающая книга «Сумерки», где, по сути дела, он совершил акт такого покаяния. Я так считаю. Я так считаю. И он, конечно, в последние годы жизни занимался тем, что публиковал потрясающе. Вот тома исторические, многочисленные, вот такие вот толстые тома документов по современной истории Советского Союза, которые вообще-то могли бы лечь в основу Нюрнбергского процесса над советским коммунизмом. Номер два, да. Так вот, о чем еще я хотел вас спросить. Вот все-таки, вы говорили, 25 августа. А Гиддер перепугал. Премьер-министр Великобритании Невиль Чемберлен, тот самый, который подписал Мюнхенский пакт, который в современной мировой историографии, как правило, как правило, есть, правда, авторы, которые его хвалят и пытаются оправдать, но, как правило, все-таки его изображают главным идеологом умиротворения гитлеровской Германии и лично Адольфа Гитлера. Так вот, он, тем не менее, написал некое письмо, которым угрожал страшными карами фюреру в случае, если он начнет боевые действия против Польши. Да. Тем не менее, Гитлер боевые действия начал 1 сентября, и вот никакой страшной кары не последовало. Вот почему дальше Великобритания, как, впрочем, и Франция, объявив формально войну, в общем, толком по полякам ничем не помогли? А вы понимаете, в данном случае метафора вот этой страшной кары, она сильно преувеличена. В том самом письме, о котором вы говорите, о котором я говорил, там есть замечательная фраза, поскольку война, когда война начнется, нельзя, опять же, цитирую по памяти, нельзя предсказать ее итог, независимо от того, как бы не закончились первые сражения. Расшифровывая какая-то фраза предельно понятна. На тот момент и Чемберлин, который писал, и его адресат Гитлер, понимали, что вот буквально немедленно на следующий день Англии на стол никаких козырей бросать невозможно, нет козырей. Сухопутная армия вообще не идет ни в какое сравнение. Военно-морская блокада – это дело медленное, это медленное удушение. А в ситуации, когда из кольца окружения вырвана половина, какое же может быть окружение? Там-то Советский Союз, через который идет потоком сырье, через который идет потоком хлеб, а если не хватает, то есть Трансиб, и через Советский Союз Трансибом можно с юго-восточных рынков завести в юго-восточных рынках завести все, что угодно. Все, вопрос блокады снят. Не может быть блокады и наполовину. Что остается? Остается авиация. Английская авиация 3 сентября, на третий день официально объявленной войны, уже бомбила немецкую главную военно-морскую базу, невероятно неэффективно, промахнулись, четыре бомбы попали, однако, в корабли, не взорвались. Это хорошая история, маленький крохотный пример, но он говорит о степени неготовности буржуазной Европы. Вот вернем это замечательное большевистское название, буржуазной Европы к войне. К войне был готов Сталин. У Сталина бомбы взрывались. К войне был готов, у него в меньшей степени, потому что у него было мало времени, потому что только в 35-м году Германия вышла из ограничения Версальского договора и начала развертывать крупную армию, но немцы тоже все-таки бомбы взрывались. Англичане дошли до того, что у них даже попавшая в корабль бомба, у него не срабатывал копеечный детонат. Вот, поэтому что могли, то и делали, что могли, то и делали. Конечно, могли, я готов согласиться с вашим, так сказать, скритным упреком. Да, конечно, англичане могли сделать, англичане в еще большей степени, французы могли сделать и больше. Но тут вы понимаете, в чем дело. Надо постараться как-то убрать наше сегодняшнее послезнание. Это сегодня мы знаем, что произошло потом. А посмотрим на эту ситуацию глазами человека того момента. Вдруг прилетает Риббентроп в Москву, подписывает договор, через 7 дней начинается война. О чем они договорились? Что интересно, уже 26 августа, то есть договор был подписан, пакт на неопадение, секретный протокол, и в ночь 23-24. 26-го чехословацкий посол, товарищ Ферлингер, товарищ, он стал будущим членом ЦК КПЧ, членом Политбюро КПЧ, но тогда он назывался ПАМ-посол. Вот он пишет депешу по эмигрантскому правительству в Лондон, оно же, в принципе, с Праги бежало. Советская разведка его, естественно, перехватывает, поэтому известен его текст. 26-го числа, то есть через двое суток после подписания пакта, уже, значит, пишут он и ходят слухи о том, что вместе, одновременно с пактом неопадения было подписано какое-то соглашение о разделе Европы. Понимаете? То есть, это интересный момент. То ли эти слухи генерировали сами немцы специально, сделали вот эти сбросы. Может быть, делали специально, чтобы надавить на англичан. Потому что англичане думают, имейте в виду, мы не просто там договорились о каком-то ненападении, мы конкретно договорились поделить. В этой ситуации ввязываться в войну, тут могли быть разные варианты различной мысли в голове. Да, мы сейчас ударим по Гитлеру, мы ослабим Гитлера, и, соответственно, Европа упадет в руки Сталина, в большей части своей. Ну, нет, при всем при том, конечно же, конечно же, свои обязательства. Надо просто, извините, что я вас перебиваю, надо помнить о том, что было очень сильное, скажем так, направление политической и общественной мысли и в Германии, и во Франции, смысл которого заключался в том, давайте будем поддерживать Германию, давайте будем поддерживать Гитлера, потому что... Это как барьер против Сталина, как последний барьер против Сталина. Что это та сила, которая может только... и только она может остановить наступление коммунизма в Европе. И к этому я хочу добавить важную вещь. Всякий раз, когда советские историки, советские учебники вот это такое писали, они добавляли буржуазия, свои трусости, свои боязни рабочего класса. Вот она видела в Гитлере барьер против Сталина. Интонация такая, что Сталин, это, конечно, просто душка, это такой замечательный, добрый дедушка. Ну, что же вы боялись этого доброго дедушку-то? Напоминаю, напоминаю, что на момент начала Второй мировой войны, с сентября 1939 года, что числилось за Гитлером? Перечисляем. Четыре тысячи незаконных, внесудебных расправ в момент захвата власти. Это те, кого убили, кого похитили, пытали, избили, бросили в какую-то тайную тюрьму, не обязательно до смерти забили. Четыре тысячи пострадавших во время захвата власти. Это не были выборы, это был захват власти. Двадцать, не двадцать тысяч, двадцать человек убитых евреев во время Хрустальной ночи. Страшная-пристрашная ночь длинных ножей, когда убили, расстреляли, убили в перестрелке порядка ста, не ста тысяч, ста человек руководства штурмовых отрядов и шестьдесят тысяч в концлагере. А теперь начинаю вспоминать, что на стороне Сталина. Семь миллионов голодомора. Семь миллионов голодомора – это официальное заявление Госдумы Российской Федерации. Семь миллионов людей, замученных до смерти голодом. Порядка миллиона, по минимальнейшей оценке, раскулаченных, которые как-то куда-то и пропали непонятно куда. Это 700 тысяч расстрелянных и запытанных до смерти во время Большого террора. Это не считая тех, кто... Это не считая гражданскую войну. Гражданскую войну мы не считаем. Но террор-то продолжался и в 20-м, и в начале 30-х годов. Совершенно верно. Людей расстреливали в 22-м, и в 23-м, и в 24-м. И закончился так называемый Большой террор, и в 1939-м и 1940-м году продолжали стрелять. На момент начала войны в сталинских концлагерях было, боюсь, 2,5 миллиона человек. У Гитлера, напоминаю, 60 тысяч. И после этого нам говорят, что буржуазия почему-то боялась Сталина и смотрела на Гитлера, как на последний барьер. А кто еще? Вообще говорят, наберемся смелости через 80 лет. И зададим вопрос, а кто еще мог бы остановить эту Красную Орду? Наберемся больше смелости и спросим, а кто ее остановил? А кто эту Красную Орду остановил, и ценой разрушенной до тла Германии 500 тысяч только детей немецких погибло. Я еврей, я все понимаю, я знаю, сколько перебили наших, но 500 тысяч немецких детей погибло под бомбами. Вот такой ценой остановили Красную Орду. Опять прервемся на короткие новости и затем продолжим разговор с сегодняшним гостем Марком Соломиным об истории вступления Советского Союза во Вторую мировую войну. Радио НВ, дизнавайтесь нове. Этот девиз нашей радиостанции как нельзя лучше подходит нашему сегодняшнему разговору с историком Марком Соломиным, человеком, который является одним из самых интересных, на мой взгляд, сегодня авторов, рассказывающих людям неизвестную новую правду об истории Второй мировой войны. 17 сентября 1939 года Советский Союз начал боевые действия против Польши, тем самым фактически вступив во Вторую мировую войну. Вот мне бы хотелось, чтобы вы чуточку больше, Марк Семенович, рассказали непосредственно о каких-то важных эпизодах боевых действий, которые бы подтверждали ваши слова о том, что это была настоящая война, где велись спланированные боевые действия, наступательные, где были тысячи убитых, десятки тысяч раненых, сотни тысяч пленных, ну пленных, разумеется, с польской стороны. Вот, например, в свое время меня поразил эпизод про то, что Брестскую-то крепость защищали дважды. Защищали дважды. История с Брестской крепостью, она интересна нам тем, что это история с Брестом, это маленький кусок, несколько большая и более важная история о том, что в ходе боевых действий немецкие войска в ходе боевых действий зашли за согласованную в пилосекретном протоколе к пакте линию, а в ряде мест и Красная Армия зашла дальше. В частности, Замостье было занято Красной Армией, Люблин был занят Красной Армией, который потом оказался в немецкой зоне. То есть, стороны дисциплинированно выполнили свои соглашения, где-то назад отошли немцы, в частности, из Бреста, Гудерян отошел и оставил Брест Красной Армии, а с другой стороны, и Красная Армия вышла из Люблиной Замости и уползла за нынешнюю польско-украинскую границу. То есть, факт наличия согласованности и координированности, он виден просто в событиях на местности. Это один момент. Я не являюсь специалистом по этим эпизодам, потому что, ну, конечно же, интенсивного боевого действия быть не могло, хотя бы по той причине, что главнокомандующий Польской Армии Машлорец Мирлы отдал приказ с Красными в боевые столкновения не вступать, за исключением случаев, когда они пытаются нас изоружить. Поляки еще надеялись, что, ну да, Красная Армия сейчас, конечно, захапывает полпольши, но уж хотя бы не будет добивать остатки наших войск. Но намерения товарища Сталина были гораздо серьезнее. И когда мы говорим о пленных, польских военнопленных, которые были захвачены Красной Армией, здесь важно понимать, что среди них, наверное, большая часть были люди, которые не сделали ни одного выстрела. Потому что армия-то, ну, реальная боеспособная действующая кадровая армия воевала на Западе против немцев. А в восточных воеводствах в этот момент спешно формировались какие-то новые соединения. Там собирались мобилизованные люди, самые разные люди, кто-то учитель, кто-то портной. Многие из которых никогда в жизни винтовки-то особенно и не видели. Большая часть из них не сделала ни одного выстрела, а многие были вообще безоружны. А многие были безоружны. Поэтому так называемые польские военнопленные, расстрелянные в Катыни, ну, широко, в Катыни, в Медном Пятихатках, здесь вообще возникает вот это важное, это важно отметить. А, простите, какие такие военнопленные? Ну, да, война не была формально объявлена, но даже не это важно. Ну, нынешние боевые действия на Донбассе тоже никем не были объявлены войной. Тем не менее, все мы понимаем, что такое военнопленные. Но война между Советским Союзом и Польшей закончилась в конце сентября, но в первых числах октября. Война закончилась. И, кстати, к моменту окончания, кстати, к моменту окончания, может быть, я чуточку в сторону ухожу, но об этом важно сказать, договор о дружбе и границах был подписан в конце сентября. Да, совершенно верно, с Гитлером, да, после того, как они, значит, на пару разделались с Польшей, то прилетел просто сияющий, на всех фотографиях сияющий, ослепительный улыбка Риббентроп, и был тогда уже подписан, 28 сентября 1939 года, уже договор с совершенно конкретным, ясным, понятным названием. Договор о дружбе и границе. И границе. Вот, так я возвращаюсь, что польские офицеры, которых расстреляли, они на тот момент, даже формально их нельзя считать винопленными, война закончилась. Ну да, она закончилась разгромом одной страны. Дальше, какой статус этих людей, почему их удерживают? Они в чем-то виноваты, ну отдавайте их под суд, если они в чем-то виноваты. А по каким законам? Законом какой страны они виноваты? Ну там еще было... Но я почему заговорил о Брестской крепости, я ровно к этому и вел, что генерал Константин Плесовский, который командовал обороной Брестской, крепости, которую немцы не смогли взять в силу своей, о чем мы уже говорили, слабой подготовленности к войне, отсутствует тяжелая артиллерия и так далее. Тут уже подошла победоносная Красная Армия, да и все мощи, свои артиллерии, своих танков, все додавили, додавили, заняли. А героический офицер Катыни? Он погиб, он был расстрелян в Катыни. Он был расстрелян в Катыни, как раз один из, можно сказать, героев войны. Да, войны, обороны Брестской крепости, совершенно без... Ну они все безобразные и позорные, но одна из безобразных и позорных эпизодов это Львов. Это немцы, значит, уже были, вели боевые действия на поступок ко Львову, потом организованно отошли, подошла Красная Армия. Боюсь сорвать фамилию очень известного советского военачальника, Весер Дзинав, который дал польским офицерам честное слово офицеру, что они могут сложить оружие. Да, оружие сложили, да, совершенно верно. Офицеры отправились в лагеря, а потом отправились в Катынинский ров. А вот объясните, пожалуйста, вы когда пытались разобраться, вот почему часть офицеров была расстреляна, а часть уцелела, образовала армию Андерса, которую пропустили через Иран, которая затем сражалась на стороне союзников в Европе. В Северной Африке. В Европе и в Северной Африке. И в Северной Африке поляки шли на штурм Монте-Кассино, и знаменитая песня Алла Макина «Монте-Кассино», одна из самых таких вот культовых, героических песен поляков. Вопрос в чем? Почему Сталин согласился на создание армии Андерса, или почему не всех расстрелял? Два вопроса. Отвечайте на оба, хотите? Отвечайте на оба. Почему не всех уничтожили, а нехоток сохранили? Почему не всех расстреляли, а кого-то оставили, это... Это же была некоммунистическая армия. Абсолютно некоммунистическая армия. Там отдельно создавались части, которые воевали как бы на стороне коммунистов. Это работа спецслужб. По каким-то причинам, я не хочу их даже... Гадать они, что я не хочу. По каким-то причинам, НКВД, НКГБ, Берия решили, что этих людей стоит пока еще поддержать живыми. Из этого абсолютно не следует, что я намекаю на то, что эти люди выразили согласие на сотрудничество. Далеко не факт. Тем более, что сотрудничества по факту и не было. Почему-то решили их оставить. Здесь могли быть самые разные комбинации. Их вообще трудно понять. Трудно понять, почему Марию Спаридонову, ту самую левую церковь, держали живой до осени 1941 года. А осени 1941, почему-то сроки в себя расстреляли. Вот. А почему, вот это уже гораздо интереснее, почему Сталин... Кстати, вот если должна есть минута времени, это надо произнести. 30 июля 1941 года, июля, не июня, а именно июля 1941 года, было подписано межправительственное соглашение, так оно называлось, между польским правительством в изгнании, лондонским правительством и советским правительством, первой фразе которой было сказано. Территориальные изменения, произошедшие в 1939 году, но произошли изменения. В 1939 году считаются не действительными. То есть товарищ Сталин расписался за то, что так называемая Западная Белоруссия – это Польша, так называемая Западная Украина – это Польша. Никаких разговоров. И единственной законной границей является та граница, которая существовала 16 сентября, которая была закреплена в Советско-Польских соглашениях, закреплена в договоре о ненападении и точка. И это все Польша. Ну да, и тем самым дезавуировалось знаменитое заявление о том, что польское государство и правительство фактически прекратили существование. Да, признали правительство, которым издевались как только могли, признали существование Польши. Как там Молотов говорил о Польше, что это уродливое детище, и Мирсальского договора. Вот почему на это Сталин согласился, и после этого согласился на создание армии Андерса. Самое главное – согласился освободить. Не всех освободили, но хотя бы на бумаге согласился выпустить всех польских граждан, польских граждан, находящихся в советских лагерях и тюрбах. Ну потому что 30 июля, давайте вспоминать 30 июля. 10 июля немцы были в Пскове, 16 июля немцы были в Смоленске, от Смоленска до Москвы, вы лучше меня знаете, наверное, на электричке часа 4. Ну знаете ли, после того, как на электричке часа 4 до Москвы, а с начала войны еще месяца не прошло, тут уже начинаешь по-другому разговаривать по поводу английских поджигателей войны. Тут уже британские поджигатели войны и всякая буржуазия становятся последним соломинкой, за которой хватается утопающий. Ну а поскольку польское правительство иммигрантское было в Лондоне, и Британия всегда с первого до последнего дня войны признавала его законным правительством, понятно, что Черчилль намекнул, и товарищ Сталин понимал... И по-моему, если я не ошибаюсь, именно к 30 июля, или где-то в районе этой даты, стало понятно, что попытки через болгарских дипломатов, через болгарского посла, который предпринимал Берия и его люди... И его люди провалились. Провалились. И Гитлер не стал с ними ни о чем договариваться, чем, собственно, и приблизил свое самоубийство. Если бы у Гитлера хватило... Ну, странно звучит дикая фраза, у Гитлера не могло быть ума. У такого преступника из уверенности не могло быть ума просто пропелирование. Но если бы были какие-то мозги, то на тот момент надо бы подписать со Сталином что-то вроде Брестского мира номер два, опять в очередной раз захапать Украину, как это сделали по Брестскому миру в 2018 году, и жили бы они долго и счастливо. Но у Гитлера кружилась голова от восторга, от успехов, ну и дальше мы все знаем. Слушайте, а вот еще один интересный вопрос, который я хотел обсудить с вами. Смотрите, мы наверняка еще здесь, в этой студии встретимся, когда будем вспоминать о 80-летии начала, так называемой, зимней войны между Советским Союзом и Финляндией. На самом деле было, по вашей версии, фактически три войны. Не будем сейчас забегать вперед, это отдельная увлекательная совершенно история. Но тогда ведь Советский Союз был подвергнут международной изоляции, изгнан из Лиги нации. А почему вот операция по захвату Западной Украины, Западной Белоруссии, о отторжении этих территорий у Польши, не была встречена таким же протестом? Почему не осужден был Советский Союз за вступление во Вторую мировую войну? Вопрос на самом деле хороший. Честно скажу, что у меня нет на него даже миниатюрного ответа. Единственное, что можно предположить, причины те же самые, почему санкции против Москвы вот сейчас, в 2014 году, ввелись такой временной отсрочкой. Западная демократия, я хорошо оговорился, начал говорить демократия, я сказал бюрократия, имеет очень большую инерционность. Это, понимаете ли, паровой каток, он ползет очень медленно. Они, вероятно, просто не умеют работать быстро. Поэтому для того, чтобы изгнать Советский Союз после втажения в Польшу, надо было работать с темпом решения в 2-3 дня, так они не работают. Может быть, просто вот так. То есть это вот то же самое... Я не вижу, что... Долго запрягают. Да, долго запрягают. Долго запрягают. Это неизбежная особенность демократической системы управления. Надо согласовывать мнение, надо согласовывать позиции. Первое чтение, второе чтение, третье чтение. Ну да, и, собственно, вот... Все имеет свою ценность. Много месяцев британская политическая элита определялась все-таки. Где она, за кого она. Стоит ли договариваться с Гитлером, или стоит... Все имеет свою цену. Быстрота решений диктаторов имеет свою цену для народов. И медлительные демократии... Черчин произнес свою речь, знаменитую, о том, что мы будем сражаться везде. Вечером 22-го, да. Вечером 22-го, в июне 21-го года, тянуть не стал, но это уже был почти что второй год войны. Это уже был большой за спиной опыт. Это уже был опыт. Ну что ж, спасибо большое. Вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok